Встать на учет как безработный, получить информацию о вакансиях или социальной помощи жители отдаленных деревень могут и в своем населенном пункте. Сегодня в республике работает 12 мобильных офисов центра занятости. Подробнее о новшестве в нашем следующем материале. В пяти деревнях Мачарского сельского поселения чуть более тысячи человек. Трудоспособные граждане в основном выезжают в Москву на заработки. Конечно, многие из них хотели бы работать в родном районе и жить не разлучаясь с семьей. Иногда подходят и спрашивают, где найти вакансию, где можно работать. И мы им предлагаем идти в центр занятости населения в город Ядрин. Некоторые устраиваются. В этот раз работники центра занятости сами приехали в деревню. Наличие мобильного офиса позволяет оказывать помощь в любом месте. В этом году состоялось 12 выездов мобильного офиса. В основном это были профориентационные мероприятия, организация временного трудоустройства подростков и информирование работодателей о возможности частичной компенсации затрат на оплату труда при трудоустройстве безработных граждан. Побывав на приеме в мобильном пункте центра занятости, жители Мачарского поселения неожиданно для себя выяснили, что в Ядринском районе около 200 вакансий. Только в прошлом году через центр занятости было трудоустроено около 400 человек. Но больше всего их заинтересовала возможность подписания социального контракта. С этого года помощь от государства можно получить и на развитие личного подсобного хозяйства. Раньше я ездил в Москву на заработки, на стройку. Времена идут, уже больше 30. Как бы хотим дальше развиваться у себя, на родине. Меня заинтересовал вопрос личного подсобного хозяйства, землю на себя оформить и как бы развиваться. Здесь предложили заключить социальный контракт и будем работать в дальнейшем. Помощь в поиске работы, социальная поддержка, возможность обучения как для безработных, так и для предпенсионеров или женщин, находящихся в декрете, профориентации для школьников. Многие не представляли, что центр занятости оказывает такую разностороннюю помощь. Поэтому информация оказалась полезной всем. Обязательно расскажем соседям и детям, отметили участники встречи. Надежда Яковлева, Бахтияр Велиев, Республика.